Всем привет дорогие друзья, с вами снова Донни и сегодня мы снова играем на провинции МТА. Ссылочка на проект есть в описании, играйте вместе со мной, а также в описании находится мой промокодик, при использовании которого вы получаете приятные плюшки на старте игры. Итак ребят, для тех кто прошлую серию не смотрел, вам расскажу, что я переехал в новую квартиру, я купил себе квартиру Москва-Сити. Пока здесь мне просто безумно нравится, но есть ребята один такой нюанс, который вроде как прикольный, вроде как немного раздражает. Это то, что я живу на самом верхнем этаже и здесь, чтобы спуститься на первый этаж, нужно реально долго бывает ждать лифт. В квартире, в которой я жил раньше, я просто появлялся, выходил из подъезда и я уже был около машины. Здесь нужно выходить из, получается, из своей квартиры, далее к лифту подходить, вот я вызвал лифт, жду пока лифт приедет. Вот он подъезжает, я захожу в лифт, далее я нажимаю тут клавишу F, выбираю первый этаж и спускаюсь вниз. Это немного муторно, потому что это занимает немало время бывает, а когда я спешу, хочется прям быстро-быстро-быстро, приходится реально ждать. Но, в принципе, это как бы такой небольшой нюанс, который не минус, но просто иногда, когда спешишь, хочется, чтобы побыстрее все происходило, но лифту как бы не прикажешь ехать быстрее. Итак, ребят, как вы знаете, у меня есть автомобиль, это Lamborghini Huracan Performante, но я подумал, что вот я играю на провинции уже, наверное, месяцев 8 или типа того, может быть, даже больше, но я ни разу не катался на самом дорогом автомобиле на проекте, а именно Bugatti Chiron. Купить себе эту машину я не могу, потому что она все-таки очень реально дорогая для меня, стоит вроде как она около 80 миллионов рублей, если я не ошибаюсь, но я подумал, что я могу взять машину в аренду. Это, в принципе, тоже дело не самое дешевое, как я понимаю, но я хотя бы покатаюсь на Широне и сравню Широн с Ламбой. Но для этого сначала мне необходимо заплатить все свои штрафы, которых мне на самом деле очень много, потому что я скоростной режим не соблюдаю, бывает, пролетаю на красный. Да, ребят, каюсь, бывает, что пролетаю на красный, поэтому у меня реально много штрафов. Вот, поэтому сейчас я их заплачу, и уже после этого я смогу взять в аренду в автосалоне Lamborghini, точнее Bugatti Chiron. Так, сейчас быстренько забегаем тогда в банк, на вскидку, я думаю, что у меня штрафов, наверное, тысяч на 50 или типа того, сейчас посмотрим. Так, заходим, штрафы, а, 2000 всего, видимо, я уже оплачивал недавно совсем и забыл об этом. Сколько за квартиру? Ребят, короче, дело в том, что, когда я купил себе квартиру неделю назад, я интересовался, сколько же там услуги ЖКХ стоят за эту хату. Меньше чем за неделю 100 тысяч рублей. Офигеть! А чё так дорого? Чё-то, ребят, даже не знаю, я думал, что подешевле будет. На самом деле, услуги ЖКХ далеко не самые дешёвые в этой квартире. Хотя, в принципе, я предполагал, что там будет, ну, реально куда дороже всё стоит, но чтобы 100 тысяч менее чем за неделю, это как бы сильно на самом деле. Ну, а мы, тем временем, друзья, направляемся в автосалон, который находится, опять-таки, в городе Мирном. Поставил я скоростное ограничение, поэтому не спеша едем до автосалона, чтобы штрафы не получить. И, надеюсь, сейчас я смогу спокойно взять Бугатти в аренду. На самом деле, хочу просто понять, насколько эта машина реально круче, чем Lamborghini Huracan Performante. Потому что она стоит во много раз дороже, чем моя Ламба. Вот, я хочу понять, стоит ли она того. Так, подъехали мы, получается, что в автосалон. Сейчас мы так вот припаркуем нашу Ламбу таким вот образом, да. Так, нужно её заглушить, да, отстегнуться, включить фары, закрыть обязательно. Она, в принципе, закрыта. И, ребята, погнали в автосалон. Так, забегаем внутрь. И вот Бугатти Широн. Бугатти Широн стоит 91 миллион рублей. А мой Huracan стоит 18. То есть, примерно в 4 раза дешевле, даже больше. То есть, ну, в 4,5 раза дешевле стоит моя Ламба. Давайте, вот ради интереса, возьмём, да, Широн в аренду. Так, приобрести тест-драйв. Сколько стоит? 50 тысяч рублей. Дорого, но что поделать? Такова цена того, чтобы покататься на Широне. Звук. Если не ошибаюсь, звук идёт либо от Hot Niv. Либо от какой-то ещё машины, которую она заменяет. Честно, даже не могу понять. Вроде бы Hot Niv заменён какой-то машины по звуку. Так, давайте мы её сравним по управлению. Управление здесь явно куда... Куда же какое-то странное, на самом деле, управление у этой машины. Машина прям идеально как будто цепляется с дорогой. Конечно, разгон, максималка и так далее. Думаю, что здесь будет куда быстрее. Меня удивило именно управление. Какое-то оно очень топорное, на самом деле. На маленькой скорости машина какая-то слишком юркая, что ли. Ну, то есть... Ну, в принципе, это неплохо, но немного странное ощущение от этой машины. Так, сейчас давайте мы наше всё зайдём и просто выжимаем тапку в пол. Салон, конечно... А, почему так странно сижу? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ё-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Да-да-да, странно сижу я. Угу. Прикол. Прикольно, прикольно, прикольно. Но, короче, просто я профукал 50 тысяч рублей. Второй раз беру Bugatti на тест-драйв. Слили ещё 50 тысяч рублей. Да, просто прекрасно, просто... Да... Короче, ребята, вы поняли. Ладно. Сейчас, надеюсь, я Bugatti не разобью и накатаюсь на ней прям вдоволь. В принципе, время-то у меня на тест-драйв есть, поэтому давайте хотя бы максималку разгоним. 300... 2... 340... 350... 370... 380... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Главное, не разложиться! Аккуратненько. 380 была скорость максимальная, я уже понял. Хорошо, так... Давайте-ка мы сейчас так вот напрямую выйдем и выжимаем тапку в пол. Давай, 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 разгоняй, 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 разгоняй Слушайте, а вопрос А где здесь можно вообще максималку эту и выжить? Есть такое ощущение, что здесь таких прямых-то нет Правда, что в городе, потому что Если тест-драйв, то людей здесь нет, как бы, да Я, взяв машину на тест-драйв Вы входите в отдельный мир, где никого нет 300, 400 420 428 максимальная скорость У богатого эшерона, блин, ну скорость, конечно, лютого У этой машины Да, ребят Не зря это самая дорогая машина на проекте, потому что Максималка в 428 км в час Это реально солидно 300 Единственное, что, эту максималку разогнать Вы сможете, ну, максимум В трех, там, четырех местах на всей карте Потому что разгончик Далеко не самый быстрый Можно, конечно, взять объездную Вокруг всего, как бы, вокруг всех городов Твою-то мать, ну что ты будешь делать Вторая Бугатти Которую я разбиваю за две минуты На колес встанешь? Нет Встанет Так вот, на всей карте есть буквально, там, не знаю, место 3-4, чтобы Максималку ее развить Конечно, есть объездная вокруг всех городов Но там повороты очень опасные Спокойно можно, как бы, улететь Так, 300 опять-таки выжил Мне даже, на самом деле, интересно взять Еще одну очень дорогую машину на прокат Это Феррари для Феррари И сравнить для Феррари с этим Широном Да елки, ну, ты прикалываешься? Что-то, ребят, видимо, Широн покупать мне не нужно Потому что буквально за 4 минуты я уже разбил ее 3 раза И она уже прямо сейчас кипятится Ремонт этой машины сейчас стоит, наверное, тысяч... Сколько? 400, может быть, 300 Хотя могу ошибаться, конечно, но... Но ремонт все равно стоит очень дорого, как я вписался И нифига я вписался-то Ему на такой скорости вот поворот войти Это, конечно, жестко Давайте хотя бы еще один раз постараемся максималку развить Да, да, сейчас разовью максималку Все, что можно, ага Емане, что я делаю? Где я вообще еду? Я горю Выходим, 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 выходим Тихо-тихо-тихо-тихо Все, забыли, ничего не было Все хорошо Широна я отдаю И в таком же состоянии, в котором я его и брал Окей, но мы поняли, что Широн, конечно, пушка-гонка Что по поводу Ля Феррари Так, тест-драйв Ля Феррари стоит, получается, на... Ну, сколько? На 13 миллионов дешевле, чем Широн А тест-драйв стоит столько же Я вас понял Окей, так, берем машинку на тест-драйв Так, нужно пристегнуться обязательно Так, ну, звук здесь получается, что от Инфернуса Я понял Ну, вот Ля Феррари, как по мне, такая более приятная машина На самом деле, по управлению Знаете, по динамике пока есть такое ощущение Что Ля Феррари более приятная машина, чем Широн Возможно, я вообще изменю свое, как бы, отношение к этой машине Но пока мне она нравится как-то даже больше Хотя разгончик прям явно здесь медленнее Что по поводу максималки? А, 400 будет? 385 на самом деле Переплатив 13 миллионов за Широн Вы получаете реально очень быструю машину Вроде как у меня даже у Ракана едет 330 или 320 с чем-то Это что-то даже подзабыл Короче, лично я думаю, что если и брать машину вот Среди таких вот самых дорогих То есть либо Ля Феррари, либо Широн Лучше переплатить Заплатить на Сколько там, 14 лямов дороже, да, заплатить Но взять себе Широн Потому что Хотя динамика, как по мне, у Ля Феррари более такая приятная Она не такая, как бы, топорная, что ли И звук такой более интересный Ну, все-таки Инфернус, да, звук Но Но максималка и разгон здесь очень хромает Поэтому я бы взял бы, наверное, все-таки Широн Я скажу так, что несмотря на то, что Ля Феррари быстрее, чем у Ракан А Широн быстрее, чем Ля Феррари Я скажу так, что максимальная скорость этих машин Развить на провинции безопасно почти невозможно Потому что Ремонт этих машин будет стоить очень дорого А разбивать вы будете постоянно, скорее всего Потому что, как вы понимаете Разбить их здесь очень и очень просто Даже пока вы просто едете по шоссе Разбиться реально очень просто А еще, ребят, самое главное, как по мне Максимальную скорость этих машин Можно развить буквально вот На шоссе в некоторых местах И то не везде Поэтому, как по мне, у Ракан стоит своих денег Хотя он, как бы, тоже дорогой Относительно, но В сравнении с теми машинами, которые сегодня мы смотрели То есть, да Он стоит раз в 5 дешевле, чем Широн И раза в 4, чем Ля Феррари Я особого смысла в покупке этих машин не вижу Хотя, возможно, когда-нибудь Когда я накоплю денег Я и куплю себе эту машину Но, честно говоря, я на это особо не рассчитываю Потому что машины реально очень дорогие Окей, ребят, так это у нас получилось Если вам понравилось То ставьте лайк усики И всем удачки И всем пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому